Более 5,5 тысяч западноказахстанцев, страдающих психическими заболеваниями, находятся под наблюдением врачей. Из них порядка 200 получают стационарное лечение. При этом жители Уральска становятся свидетелями неадекватного поведения людей прямо на улицах. К нам в редакцию обратилась жительница города, которая рассказала, что стала объектом преследования незнакомого мужчины. Что делать в таких случаях, узнавали наши корреспонденты. На странное поведение со стороны незнакомого мужчины пожаловалась жительница города. По её словам, мужчина ранним утром преследовал девушку и вел себя очень странно. Был ли это душевно больной человек или преступник, остаётся под вопросом. Девушка не стала писать заявление в полицию. Я утром шла на учёбу, в 8 утра, если точнее. Решила сократить путь до остановки через переулок. Через некоторое время я заметила странные шаги за спиной. Облинувшись, увидела мужчину. Он продолжал идти за мной. Как только я останавливалась, он тоже останавливался. Прятался за столбами и смотрел на меня с отрешённым взглядом. Его поведение мне показалось странным. Я испугалась и побежала в сторону остановки. По словам специалистов областного центра психического здоровья, в случае с преследованием девушки мог быть преступник, а не человек, страдающий психическим расстройством. При неадекватном поведении в лечебные учреждения людей доставляют полицейские или родственники. Поэтому студентке нужно было вызвать полицию. В настоящее время более 200 человек проходят курс лечения. Это как и экстренные больные, так и плановые больные, которые проходят курсами терапии на базе областного центра психического здоровья. Стоит отметить, что в настоящее время, учитывая выраженный терапевтический эффект современных лекарственных препаратов, достигается стойкая ремиссия. И данные пациенты в социуме очень хорошо удерживаются. В настоящее время абулаторная служба передана по городским поликлиникам и медицинским организациям области, где на местах оказывается помощь психиатрами на абулаторном уровне. При изменении психического состояния, в период обострения и в экстренных состояниях пациенты направляются на стационарное лечение. Альбина Каленова, Виктор Прутков, Александр Грабарев, ТДК-42.